Около 5000 европейских производителей молока, главным образом из Бельгии, Франции и Германии седутся 7 сентября в Брюссель, чтобы потребовать от институтов Евросоюза и национальных властей надлежащей поддержки фермерских хозяйств, находящихся на грани разорения, сообщили РИА новости в Европейском молочном союзе. В тот же день, в бельгийской столице, председательствующей в Совете, министров, ЕС Люксембург созывает внеочередную встречу министров сельского хозяйства 28 стран ЕС для обсуждения кризисной ситуации в молочном и скотоводческом секторах европейского агропромышленного производства. Ожидается также, что в Брюссель, помимо протестующих фермеров, прибудут сотни тракторов. Манифестация будет проходить на площади перед зданием Совета ЕС, где соберутся участники совещания. Отмена в Евросоюзе с 1 апреля квот на производство молока только в Бельгии снизила официальную закупочную цены на него с 37 евроцентов за литр в 2014 году до 25 дефис 28 евроцентов в текущем году. Данная ценовая планка не покрывает производственные расходы фермеров, среди которых участились банкротства. По мнению профсоюзов молочников, оптимальная цена, которая оградит их от разорения, должна быть на уровне 37 дефис 40 евроцентов. Также 7 сентября в Брюсселе массовую манифестацию проведет профессиональный союз европейских фермеров и работников сельхозкооперативов Цапача Гича, чтобы обратить внимание властей Евросоюза на бедственное положение европейских аграриев. По оценке профсоюза, сельскохозяйственные производители в странах ЕС потеряли в результате продовольственного эмбарго РФ 5,5 миллиарда евро. Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношение нее санкции, в том числе из ЕС. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовый эмбарго на год, до 5 августа 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова